Останки 44 воинов, которые склали свои головы для мира на нашей родине, сегодня поховали в Калинковицком районе. Двухгодинный митинг рэквием прошел побоч с братской могилой в агрогородку Дамановичи. Святкой журботного ритуала стал и наш корреспондент Марина Джалая. В лету 52-й пошуковый батальон проводил раскопки побоч звездками Давыдовича и Вязовица Калинковицкого района. Первой находкой стал орден Александра Невского. Сначала боевую узнагороду полечили деталью от велосипеда, потом пригляделися и сразу начали шукать имя загинувшего владельника. А началась эта история так. От местных жителей узнали, что в лесном массиве находятся раскопы, давние раскопы с останками человеческими. И будучи здесь именно в мае месяце проездом, наш участник клуба Андрей Миляненко, водолаз-спасатель Мозорского свода, будучи вот в лесу, обнаружил именно эти раскопы и до выяснения обстоятельств решил эти останки присыпать землей. Когда начал присыпать, увидел предмет, который выпал именно сверху из земли, выброшенной именно с останками, с подошвами, которые наверху. Начал присыпать, увидел предмет, похожий на велосипедную звездочку. Когда очистил, то увидел, что это орден Александра Невского с номером. Пакуль отрымалася установить особо четырех загинувших офицеров. Племенником одного из их старшего лейтенанта Ивана Викторенко оказался полковник военно-поветранных сил России, космонавт, герой Советского Союза Александр Викторенко. Он приехал из Москвы, чтобы дать данину поваги и памяти своему мужному дядьку. А так само сделать высокородный учинок. Передать в якости каштоны реликвии в Калинковицкий краезнавчий музей орден Александра Невского. Минавито по номеру этой узнагороды стало удалейшим вядомо имя ее владельника – юного, отважного воина Ивана Викторенко. А информацию об том, что идет пошук свояков Ивана Викторенко, его племенник знайшел у социальной сетцы. Спочатку не поверил своим врачам. Непонятно было. Мы являемся или однофамильцами, или родственниками. Ну, по крайней мере, посмотрели потом в архив Центральный вооруженных сил Советского Союза еще. Посмотрели, да, действительно, место рождения совпадает. И нашли дерево свое, где от прадедушки проследили путь весь. И действительно оказалось, что это действительно наш дядя. Пошуковые работы в Калинковицком районе протягнутся. Как ни разу прогучало подчас митингу, война не закончится, пока застается хотя бы один безыменный солдат. Пока же невядомыми застаются имен из выше 570 воинов, похованных в этом районе. У нас очень много есть мест, которые у нас будут определяться. Мы будем выбирать наиболее, скажем так, может это кощунственно говорить, где наибольшее количество предполагаемых останков может храниться. И там, конечно, будут работать в первую очередь. Работа никогда не останавливается. И в этом направлении у нас работает управление по вековечению, 52-й батальон. В боях за вызволение Калинковицкого района загинуло свыше 16 тысяч советских воинов и офицеров. На этой земле свой опошний притулок знайшли 15 героев Советского Союза. На территории района поховано больше 18 тысяч воинов, подпольщиков и партизан. Историю никогда нельзя забывать. Особенно историю Великой Отечественной войны. Беларусь – это одна из многострадальных республик. Наверное, никто из стран бывшего Советского Союза Европы не пострадал, как Беларусь. Практически каждый третий житель был замучен, погиб в боях за защитой нашей Родины. Сегодня наша задача, чтобы каждый воин нашел свое место погребения достойно в братских могилах. И напоследок, поколь ехали в Калинковицкий район, у Сёновоколе было в тумане, а перед Дамановичами небо раптом очистилось и стало ясным, а по ветру – прозристым. Не по листопаду узки тепло, приграло солнце. Здавалось, что эта природа зарабила таки шедрый подарунок присутным за тоя, что пришли отдать Данину Паваги тем, кто завоевал для нас мир. Марина Джала, Игорь Маришенко, телеродо-компания «Гомель» из Калинковицкого района.